Всех приветствую у себя на канале. Сейчас у нас на улице стоит морозная погода, и при том выпало довольно много снега. Но я все равно запланировал сегодня прогулку. Наверное, вам интересно узнать, что находится в этом пакете. А тут вот такие крышечки. Ну, это крышки, накопленные у меня за какой-то период времени. Я вот сейчас почти все собрал. Не знаю, сколько будет тут по весу. Такой тяжелый пакет. Думаю, это сдать на переработку. Конечно, тут особо много денег не получится сделать. Сумма, скорее всего, будет символическая, но зато можно прогуляться. На обратном пути что-нибудь насобирать, особенно алюминиевые баночки. Они сейчас лежат на снегу. Можно просто-напросто брать. Но для этого нам нужна будет китайская сумка. Ее, конечно же, возьмем. Этот пакет с крышками я решил взвесить. Мы сейчас узнаем, насколько потянут данные крышки. И тут получилось 2 килограмма 155 грамм. Ребята, я уже в пути. Вот она моя китайская сумка. В сумке находятся крышки. Все со мной. И плюс, во время прогулки мне удалось собрать вот столько банок. Уже тут 11 штук. И это несмотря на сугробы снега. Банки лежат прямо вот на снегу. Люди пьют и бросают данные в трусырье. А нам остается только собирать. Ну вот сейчас в городе Алматы цена на алюминиевые баночки очень хорошая. Их принимают по 400 тенге за 1 килограмм. Поэтому смысл собирать, думаю, есть. Вот очередное в трусырье. Лежит у меня прямо под ногами. Я тут обнаружил мусорные баки. Вот их просматриваю. И где-то здесь видеонаходку. Это немножечко кабеля алюминиевого. Вот еще. Можно забрать. Ну тут было очень похоже на смеситель. Но это обычная китайская нержавейка. Есть немножечко гаечки. Можно забрать. Но сейчас посмотрим. Остановился тут возле урны. Вот посмотрите. Сюда заглянул. И здесь лежит алюминиевая банка. Нормально? Забираем. Тут находится парковочная зона. И я, насколько знаю, всегда можно найти в таких местах алюминиевые банки. Вот я как раз и заметил. Кстати, такая банка необычная. Снег уже становится липким. Приближение весны чувствуется. А вот буквально вчера и позавчера он вообще не таял. Значит, мороз начинает отступать. А вон там вижу еще одну банку. Вот она. Друзья, посмотрите, какие огромные сосульки тут висят. Просто убийственные. Вот можно даже попробовать какую-нибудь одну из них оторвать. Вот она. Такая сосулька. Ух ты. Сломалась. Посмотрите, насколько растаяла дорога. Вот я пока туда-сюда походил. Уже буквально лужи. А утром вообще было все замерзшее. Вот это неплохо. Кстати, сдача прошла очень хорошо. Крышки приняли без проблем. Дома покажу все результаты. А сейчас пока гуляем и продолжаем нашу дорогу. Вроде бы и незначительные, но здесь возле меня находятся такие вот штуки. Оцинковка тяжеленькая и одна алюминиевая банка. Это находки. Я подошел к хлебной мусорке. Тут до черта мусора и особенно алюминиевых банок. Несчетное количество. Сейчас нужно по-быстрому все собрать, пока не приехал автобус. Спешим и торопимся. Сейчас с обочины подобрал немного черного металла в виде куска троса. И вон там лежат две алюминиевые банки. Я прибыл домой и пересортировал все находки. Хоть мы и сдавали пластиковые крышки, мне кажется, что главный доход все-таки принесли алюминиевые баночки. Потому что на пути попадалось очень много мест, где лежат банки. Я все собирал и наполнил почти полную китайскую сумку. Вот она довольно увесистая. Сейчас вот когда поднимал. Думаю, будет интересно узнать, сколько тут по весу. Поэтому включаем весы. Банки на весах. И показывает 4 килограмма 230 грамм. Ну, отнимем немного веса с сумки. Плюс еще, может быть, немножечко засора в виде льда в банках. Думаю, что 3 килограмма 800 точно есть. Мне кажется, будет интересно узнать, сколько бы получилось по деньгам, если бы я сдал эти алюминиевые банки. Что были в сумке. У нас получилось 3 килограмма и 8. Умножим на 400 тенге за 1 килограмм. Вот столько стоят алюминиевые банки сейчас в городе Алматы. И получается 1520 тенге. Такая вот у нас получилась продуктивная прогулка. Из многих алюминиевых банок, которые я нашел, две штуки я решил откласть. Вот такая, не вполне обычная. Хотя, не могу точно вспомнить, находил ли я подобную. Но пока оставим. Какие? Оставим вот такую. Они у меня собираются в коробочке. И пока хранятся, положу и пускай. Потом, может быть, как-нибудь посмотрим. Мне удалось найти в одном из мусорных баков такие проводочки. Вот такой пункти. И есть еще многожильные. С них получится добыть немного алюминия электротех. Поэтому я сейчас все зачищу. А вам покажу готовый результат. И сразу взвесим. Я смог зачистить алюминиевые провода. У меня получилась вот такая вот охапка. Итого, 65 грамм. Это отправится к остальным проводам в нашу копилку. Черного металла получилось вот столько. Не слишком много. Но это потому, что все еще у нас лежит много снега. Поэтому находки почти не видно. 560 грамм. Такой вот тросик. И кусок оцинковки. Можем отправить это в мелочевку. Ветра и в другие емкости. Сдача крышек прошла очень хорошо. Их приняли по 50 тенге за 1 килограмм. У нас было 2 килограмма. И получил за это пару таких звонких монет. Конечно, выход мы все равно окупили тем, что собрали большое количество алюминиевых банок. За счет них мы заработали намного большую сумму, чем вот на крышках. И поэтому получился такой вот у нас удачный выход. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Обязательно будет продолжение. Всем пока. Продолжение следует...